В этом ролике хочу показать одно из самых знаковых мест Сочи – Скайпарк. Это место притягивает туристов, желающих пощекотать себе нервы экстремальными способами, а также людей, которые пытаются бороться со страхами высоты, вроде меня. Скайпарк расположен в Сочинском парке. С одного из самых длинных подвесных мостов в мире открываются живописные виды на Аштырское ущелье, горы, море, колхидский лес и тонкая русская река Мзымта, по которым сплавляются на лодках любители водного экстрима. Позже расскажу об этом в другом ролике. Лозунгом данного парка является – мы даем каждому человеку возможность встретить свой личный вызов и, нажав на внутренние кнопки, преодолеть себя и пространство. И скажу по-честному, это сработало на мне, но об этом чуть позже. Скайпарк впечатляет с первого взгляда своим основательным подходом к мелочам. В нем даже есть музей с информацией об истории данного места. Как говорится, взрослые – это те же дети, только игрушки побольше. В этом парке вы легко сможете прокатиться на качелях высотой 170 метров или скатиться на тарзанке длиной 700 метров на скорости 120 км в час на высоте 200 метров. А кому охота ощущений позабористей, могут спрыгнуть с моста с привязанным к ногам эластичным резиновым канатом. Хочу немного рассказать о том, что цены здесь, хотя и как и сервис, просто космический. Цена простого посещения парка обойдется 1500 рублей для взрослого. Если заказывать онлайн, то будет скидка 10%. И это только прогуляться по мосту. Все нижесказанные цены без учета стоимости входа в парк. Скатиться на Мегатролле обойдется в 3000 рублей. Прокатиться на качелях обойдется в 9500 рублей без акции. Спрыгнуть с высоты 69 метров обойдется в 9500 рублей без акции, но с учетом входного билета. Хочу также отметить тот факт, что при прыжках летом в видеосопровождении необходимо было купить отдельно. Год назад был в Крыму и прыжок с высоты 65 метров не обошелся в 3100 рублей. Но там сервис был не пройти по ровной поверхности и прыгнуть, а с альпинистским снаряжением забраться на точку прыжка и поборол свой страх совершить прыжок. Скажу, что полностью побороть страх у меня не получилось, но появилась возможность его контролировать. Для роупджампинга участник фестиваля ощутит себя птицей. Между пиком балаклава и скалой парус натянут канат. Прыжок с высоты 207 метров обойдется в 18000 рублей. А еще говорят, что богатые не рискуют жизнью, так как им есть что терять. Эх, я бы тоже прыгнул, если кто задонатил. Лично мое мнение, это стоит посетить данное место. Продолжение следует...